МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С начала года только в столице на пожар ИЧС спасатели совершили более 3000 выездов. В огне погибли 16 человек. Печальную статистику пополнила ушедшая неделя. 67 человек, из которых двое детей, пострадало. 539 человек работникам ИЧС удалось спасти и эвакуировать из опасной зоны. Более подробно о происшествиях ушедшей недели прямо сейчас. Минск чрезвычайный. В понедельник столичные спасатели провели относительно спокойно. Лишь на улице Рябиновой загорелась строительная бытовка. Деревянная отделка помещения вспыхнула днем, как спичка. Предполагаемая причина пожара – нарушение правил эксплуатации обогревателя. Скорее всего, кто-то из рабочих не выключил устройство. В результате пожара никто из строителей не пострадал. Во вторник вечером из оков исследуемого материала пришлось спасать маленькую естествоиспытательницу. Звонок стревоженной матери привел минских спасателей в одну из квартир на улице Тарханово. Голова двухлетней малышки предательски застряла в детском пластмассовом стульчике. С помощью подручных средств ребенка освободили. Минск чрезвычайный. В среду днем огонь заглянул на улицу Байкальскую, где сгорела квартира. ЧП заметили соседи. Они же и сообщили спасателям, что в комнатах может находиться хозяйка апартаментов. Пробравшись сквозь дым, огнеборцы действительно нашли на полу девушку без сознания. В крайне тяжелом состоянии, с отравлением продуктами горения, а также с многочисленными ожогами, около 80% тела ее доставили в больницу. Спустя 4 дня из больницы пришло трагическое сообщение. 29-летняя женщина скончалась. Основная версия трагедии – непотушенная сигарета. Окончательно и бесповоротно отъездил свое представитель немецкого автопрома Opel Zafira. Вечером в среду на улице Голодеда легковушка горела открытым пламенем. Казалось бы, явные признаки внешнего вмешательства недоброжелателей. Однако, по заключению экспертов, причина пожара крылась внутри авто. Произошло короткое замыкание электропроводки. Машина восстановлению не подлежит. Ранним утром в четверг неизвестные сожгли два автомобиля в центре Минска. Произошло это на улице Заславской. Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 4.16 утра. Когда пожарные машины были по указанному адресу, Peugeot и Lexus уже горели открытым пламенем. Чтобы сбить огонь, спасателям потребовалось несколько минут. В результате автомобили сгорели не полностью. Минск чрезвычайный. В пятницу около полуночи в поле зрения минских спасателей попала квартира по улице Ольшевского. Там загорелись вещи постояльцев. За два месяца это уже второй пожар в этом жилье. По предварительной информации, загорание случилось, как и в прошлый раз, из-за неосторожного обращения с огнем. Брат хозяина квартиры, к слову, находящийся не в трезвом состоянии, по-видимому, не затушил свечу. Огнем уничтожены вещи, закопчены стены квартиры. В воскресенье около полуночи в сводку спасателей попало ЧП на территории частного домовладения по пятому Сморговскому переулку. Здесь из-за короткого замыкания в гараже сгорел автомобиль. Искра воспламенила проводку, от чего вспыхнула отделка помещения, затем кровля. Позже пламя перекинулось и настоящий в гараже Хонду Аккорд. В результате пожара машина восстановлению не подлежит. Такой была ушедшая неделя в Минске. Минск чрезвычайный. Дорогие радиослушатели, приближаются всеми нами любимые праздники – Новый год и Рождество. В праздничной суете и подготовке к этим праздникам мы зачастую забываем о важном – о неосторожном обращении с пиротехническими изделиями. Чтобы предупредить подобную чрезвычайную ситуацию, в Минске проходит республиканская акция «Безопасный Новый год», в рамках которой спасатели еще раз напоминают и обращают внимание граждан на необходимость соблюдения основных правил пожарной безопасности при подготовке к новогодним рождественским праздникам. Напоминают о правилах эксплуатации пиротехнических изделий и правилах пожарной безопасности. Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный.